Золотая рыбка Советская, учитывая вашу позицию Спасибо, я и благодарю вас Вы же не скрываете свою позицию Что раньше было Все советское, а сейчас все не советское Да вот как-то Это угнетает слегка, понимаете Но Тут, понимаете, кто меня поддерживает Михаил Васильевич Ломоносов, помните такого? Он вас поддерживает Поддерживает, он же народ российский От времен глубокую древность У сокровенных до нынешнего века, ну до своего, понятно Столь многие видел в счастье Своем перемены Что ежели кто междоусобные И от вне нанесенные войны рассудит Великое удивление придет, как По толь многих разделениях Утеснениях, нестроениях Не токмане расточился, но и на высочайшей степени На высочайшей, на высочайшей степени Величество, могущество и славы достигнут Извне угры, печенья, гиполовцы Татарские орды, поляки, турки, шведы Он еще ломал этот самый Наполеон-то еще не рождался Он до него ушел Изнутри домашние несогласия не могли так утомить Россию, чтобы сил своих не возобновило Каждому несчастью последовало благополучие Больше прежнего, каждому упадку высшее восстановление Вот успокаивает меня Михаил Васильевич Человек неглупый, понимаете И верный И свой, и наш И родненький И кстати Он же не столичного Происхождения Приехал в столицу Вот, и мы Это же с другой стороны немножко Вот, так что вот А вот насчет ума Многие говорят, что актеру, в общем-то, ум и не нужен Актер, наоборот, чем он меньше думает Ну, чем это не... Нет, нет, были актеры неплохие И не безумные Там типа Михаила Чехова, понимаете Михаил Чехов, он не только актер Вот, Алексей Денисович Нет, встречали Редко, но встречали Вот, понимаете, какая штука Нет, совесть, мне кажется, главная Как-то бы ее бы не предавать А чем ее мерить? Вот, как у каждого свое представление А это у тебя должно быть, понимаете Я еще хуже, что я... Есть такое стихотворение Я ватник, я потомственный совок Я в СССР рожден во время ООН И так далее Хорошее стихотворение Тоже сибиряк мой, только он с Енисея, я с Аби Из Новосибирска Он где-то с Енисея А вот сейчас есть такое разделение на там ватники И там люди со светлыми лицами Там как они себя называют Вот я ватник А вот хорошо А в советское время, в актерской среде Было вот разделение на красных и белых? Или нет? Или все были... Да служили все Куда и под козырек, и вперед Понимаете? Только кто-то... Кто-то под козырек сегодня под козырек А завтра как сложится, понимаете? А вот такие одеюты вроде меня Так там под козырьком и остались Потому что... Грех жаловаться Я смотрю, в 20-й год Непростой У вас 4 фильма, по-моему Да нет, я не жалуюсь Нет, я говорю, при всем моем научном коммунизме Я благодарю Слава тебе, Господи Еще не надоело Еще кому-то нужен Понимаете? А что за фильмы в этом году? Да что-то как... Я уже сейчас не помню Они же не все... Ну вот какой-то фильм у нас Один из самых таких драгоценных Но он, по-моему, даже нигде Потому что вроде как Этот самый, как продюсер С режиссером что-то там Не поделили Чего-то не поделили Фильма нету А фильм... Мне очень дорогой Мы с дедушкой Такое незавлекательное название Саша Кулямин Деда это самое все Состряпал Вкалывал И мы старались, понимаете Ну где он, как Он, а Бог его знает Вот Что-то они еще затевают А еще меня помнят Невзирая на мое Да, абсолютно В прошлом году 5, по-моему, картин у вас было То есть вы снимаетесь Нынче же понимаете Как раньше это снималось Потом выходит на экраны А сегодня снялось А что будет Бог его знает Кто с кем Как себя поведет Понимаете Сегодня вот такая вот Картина Бог его знает Вот зацеплюсь я За эту фразу Мы с вами до начала Эфира говорили Про Тарковского Да Я помню Вы в одном из интервью Сказали, что Когда снимались В зеркале Даже не думали Что это гениальное кино Думали, что Такое, как бы Проходное Так я в зеркале Уже снимался После рубля Ну да Про Рублёва Да, про Андрея Рублёва Да, про Андрея Рублёва Да, вы говорили Сегодня говорят Я не знаю Я сам не слыхал Что чуть не на третьем месте В мире За всех Вперва В сотню входил Да, было наоборот Что когда вы снимались В какой-нибудь ленте Вы думали Ну вот это будет шедевр А она так себе Об этом как-то Так сказать Это не для работы Вот эти мысли Понимаете Когда вот дело То дело сделай Никуда не оступись Не так сказать Не Ну что-то нехороший звук Не в ту сторону не издай Вот Ведь понимаете А там что Бог даст Всегда Помог У меня так Понимаешь Что О Вот это Вот тут мы сейчас Понимаете В этом самом Маленькая Вера Вон сколько Звону было Понимаете Я попал туда случайно Потому что Исполнитель вот этой самой Моей роли Он просто заболел У него операция была А вот с маленькой Верой Раз вы сами открыли эту дверь Я помню на примере В Доме кино Там же освистали Пичева И какие-то люди выходили Вот были возмущены Я не помню Не помните такого Нет Ну то есть реакция вас устроила На эту С маленькой Верой Понимаете Очень как-то мне Маленькая Вера Это единственный Так сказать Я знал У меня свое мнение есть Чего стоит Андрей Рублев Чего стоит там Зеркало Так вы поделитесь Вот Понимаете Там тоже Разномнений-то было Дополна Так Понимаете Кто-то и Тарковского Там недоволен был Вот С маленькой Верой Когда хвалили Вроде Вроде бы Все сработали Когда ругали ее На чем свет стоит Я тоже Всей душой Это поддерживал Почему? Потому что Хулителей поддерживали Которые ругали Ну не хулите А вот это мнение Вот это Понимаете Потому что Где-то в Ленинграде По-моему Еще Ленинградом был Вот Что-то Везде ездили По всей стране Показывали Вот И где-то Какой-то Жутко умный Ну Ленинград же Столица Интеллектуалов наших Понимаете Значит Какой-то Киноклуб Какие-то слова Они говорили Про кинопроизводство Мы кино сделали Таких слов не слыхали Но Вот И встала Там что-то Про этот самый Про монтаж Не монтаж Что так Не так И встала Какая-то В комнате Панбархати Позапрошлой Вековой моды Понимаете Какой-то берет Господи Да какой там Монтаж Не монтаж Жить-то как И вот понимаете Вот за то Что на вопрос Жить-то как Мы не отвечаем Фильмы Этим нет Этим нет В отличие от Андрея Рублева Да Эти фильмы Да 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 Понимаете И А ведь В общем-то Мы все как-то знаем В общем По-человечески Надо жить Не по Не по-скотски Не по-хамски Не по-животному Понимаете Вот А вот этот самый Так нет Еще я говорю Трагедия Темноты Ну она и в Рублеве есть Она есть Извините У товарища Шекспира Там какая-нибудь Ромео и Джульетта Но там не возникает вопрос Как жить Вот по-людски Надо жить По-человечески А у нас Этого Как-то этот момент Упустили слегка Вот Понимаете А все-таки Все-таки Хорошо бы Не только Так сказать Вот Ковырять И рыть Всего чего у нас А мы столько Я сейчас слова не подберу Сколько мы навредили Сами себе Понимаете Когда вы говорите мы Вы говорите Обо всем Нашем народе Потому что я Понимаете Какая штука Я Я родился в светлом Тридцать седьмом году Да В сорок первом году Мне было четыре года Вот И Вот где-то Начиная с сорок первого года У меня Я вспоминаю Что у меня Я гражданин Советского Союза Понимаете Я помню Что сорок первый год Я помню Каждый божий день Значит Сообщение Советского Последнее известие От Советского информбюро В результате Тяжелых Кровопролитных боев Наши части Оставили 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 Понимаете Июнь до конца Оставили Июль оставили Август Оставили Вот этот вот ужас Понимаете Вот Ах зимой Вроде Задержали А кто задержал А задержали Сибиряки А я Кто А я сибиряк Сибиряку четыре года Понимаете Сопли по колено Но Грудь то от гордости Разрывает Вот это сегодня Вот это сегодня День идеологизации Это по-моему Бред какой-то В угоду Я не знаю кому Я знаю кому Но не скажу Ну вы ничего не говорите Как я ничего не говорю Я знаю Я не скажу Нет Я скажу Понимаете Простите меня пожалуйста Сейчас мы отметили 75 лет победы Правильно Да А почему мы А кто победил то Ну кто победил Советский Союз победил Коммунизм победил Ну можно Понимаете И на него столько Сейчас наврано Налгано Напридумано Навязано Понимаете Что коммунизм Это одни репрессии Бред сивой кобылы Потому что Репрессии Это трагедия Хамства нашего Они А значит Все таки Хамство есть у нас Фью С ним Серебряков Алексей прав Что национальная идея Наша Это хамство Он говорит Нет Не прав Не прав Не прав Не соглашусь Не соглашусь Да ну что вы Ну давайте С автора слова Полку Игореве И через Этих самых Как его Все эти Ломоносовы И Пушкины И Толстые И Чехов Да кого не возьми Понимаете Все люди были Все были люди Человеки И у всех Идеология была Человеческая Гуманистическая Как сказать Ну добрая Воспитующая Понимаете Всяко разно было Всякие Кто-то был Верен Кто-то так сказать Оступался Ну все это было Гоголь Великий наш Понимаете Уже не наш Кто сказал В Киеве говорят Какой идиот Это вам сказал В Киеве говорят Ваши коллеги Они Они его Обвиняют В том Что он Понимаете Там Что-то Не такое Он наш И его Не разорвешь Понимаете Кто-то мне сказал Лессердюк Нету его уже Тоже наш человек Понимаете Ну в Киевске А что Гоголь Чей Ваш Или наш Я говорю Так Дескать Да ваш Ваш Вы все Забрали Вы все Лучше Забирайте А я Надо было Не так Вопросы Можно сказать Что Гоголь Не наш Что им Что нам Наш Общий И мы Общие Кабы не были Понимаете Господи Вот там же Я ватник Я потомственный Совок Я разделенный На трое народ Во мне кипит Сердце в клочья Рвет горячий пепел Русского Донбасса Когда Одесса Корчилась в огне Она сгорая Корчилась во мне Понимаете Андрей Лукин Это вот Из Енисея Откуда-то Понимаете Вот я Я остаюсь Как им Господи Какое слово Вы же сказали Что ватником Ну ватник Ватник Я патриот Я патриот Наши Понимаете И сегодня Сколько Ну вот этот Самый Кокарабах Понимаете Где-то Был такой Эпикур Грек Эпикур Он лет на 300 Ну если чем-то Он постарше Христа был Чуть-чуть Немножко Туда еще Понимаете У него здесь Такая мысль Столько зол Принесла религия Вот ведь Понимаете Ведь это же Это Ну религии Наделали много Всякого Всего Понимаете Но то что Господь создал Человека По образу и подобию Своему Из праха А почему Женщину Из ребра Потому что Говорят что Ребро единственная Кость в организме Без мозга Понимаете Ну это Это победа Патриархата была Вообще Человечеству Там 40 тысяч лет Понимаете 38 лет Ну кто самый главный Ну конечно же Она рожает Она понимаете Вскарбливает Она вынашивает Она спасает Она понимаете Ну и к старости Понимаете У нее Эмоции Забивает Понимаете И вот 38 тысяч лет Народ мучился Понимаешь С этим С властью Матриархата А потом Наконец Сообразили Что в общем Мужик он тоже Не просто Оплодотворитель Трудень какой-то Понимаете Он должен Хорошо бы Ему бы тоже В этом деле Участвовать Понимаете Поскольку его Трясет эмоции В 9-10 раз Меньше Чем женщину Ну так милый мой Занимайся Тоже имей совесть Понимаете И береги жизнь Ты не знаешь Как она взялась Откуда она взялась Но береги ее Родненький Ой, я помню В одном вашем интервью Вы сказали Что если удовольствие В сексе разделить На 10 частей 9 надо отдать женщинам Это не я сказал Это какая-то Я из ваших уст Это услышал Это легенда какая-то Что самое Зевс С Герой сидели Он отдыхал У него же Много забот Он оплодотворял Смертных Несмертных И когда Какой-то старец Нерей Что ли Скал Что вот Так это знают Все гинекологи Неврологи Понимаете Что у женщин Эмоции сильнее Смотрите А как получается Значит тогда Женщины Актрисы Должны быть сильнее Чем актеры Мужчины Если они так Вот все Нет Зачем Одно с другими связано Нет Ну так это самое Артисту вообще Эмоции нужны Ну еще хорошо бы Совесть иметь Так сказать Это ваша тема Да Моя тема Не забывайте Что ты вчера Исповедал Чему ты служил Чему ты Понимаете А сейчас А сейчас Очень много Снимается Последние годы То что называется Ремейки То есть новые Версии Старых фильмов Мне дело Как сказать Понимаете Я просто подумал Павка Укорчагина Могут сейчас снять Новую версию Да вряд ли Нет Его читать надо Потому что Надо Это очень Очень не пустое Произведение Ну если с ним Шли понимаете В этих В рюкзаках У солдат Когда это было Времена-то изменились А? Времена-то изменились Изменились представления Ну человек-то Он же был человеком Человеком остаётся Иногда он становится Скотиной Понимаете Страшнее Потому что Пар JSON Человек Когда он Ни Не человек То он Самая страшная Скотина Потому что Скотина Ради Развлечения Ради удовольствия Не убивает Понимаете Там или Кошка Учит там Как Мыш ловить Там понимаете Но не ради, а у нас сколько, взять этих самых, господи, как они называются, у нас очень много, господи, да взять только цивилизованную, извините меня, Германию, и один только, один только этот самый, Ленинград, блокаду Ленинграда, что там было? Вот я говорю, за одну блокаду Ленинграда, если совесть какая-то, наметки, понимаете, никогда за это не оправдаться, что там было, что ими было устроено, что, не называй вообще все четыре года войны, где, что и как, понимаете, какая штука, вот, и, а когда, ну, вот я стишок маленький прочту, да, мы другие, и этим в веках дорожим, разные слишком, святыни у нас и оплоты, им что в привычку, с мечом, за добром, за чужим, нам за свое, за родное, ложиться на доты. Наших младенцев топтали копытом коня, в избах сжигали и утюжили из автомата. Мы, их младенцев, рискуя собой, из огня, из-под бомбежки, тащили к дверям медсанбатов. С младенцами мы не воевали, а они воевали, понимаете, и эта самая девочка на руках в трептов парке у нашего солдата, понимаете, это не выдумка некрасивая, это истина. Ну, даже, я не знаю, мы с Кириллом Столяровым, как-то в 63-м, что ли, году, я не помню, мы с ним одногодки, в общем, попали мы в Чехословакию на съемки. Вот, ну, первая за границей, как первая любовь, там все чувства обострены, и где-то в какой-то забегаловке, там, пивочка, ля-ля-ля, тополя, какой-то обиженный советской властью, какой-то он сын каких-то там юристов, чех, 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 вот, это 60 где-то еще до чешских событий, по-моему, и то не так, и это не так, и это, мы защищаем, на страже Родины стоит, и когда уже нам крыть нечего, столько много всяких, так сказать, обвинений, мы говорим, ну мы ж вас спасли, мы вас спасли, и вот когда мы самые, за самые наши, за нашу правду, самые козырь, вот, и этот самый чех-то вдруг говорит, да не надо мне, говорит, а он старше нас годика на три, вот, он говорит, что мне в 45-м году Прага шпала 8-го, 8-го мая, 8-го мая, да, Берлин 2-го мая, Прага 8-го, перед самым уже, вот, и говорит, что, господи боже мой, ума палата, 11 лет, а там свинец свистит по всем улицам, туда и сюда, понимаете, мы же не, не как Запад, понимаете, когда сравняем все, понимаете, мы же еще берегли, вот, ну вылез, говорит, я туда, посмотри, что там и как, и вот ваш солдат, на тебя похож, меня пальцем ткнул, выскочил, под задницу колена меня оттуда прогнал, конечно, я обиделся сперва, а сейчас-то я понимаю, какое ему дело было, да придурка до этого, до местного, не смог, понимаете, вот, вот, как человеческое в солдате, в советском, не смогло, что этот идиот лезет под, под эти самые, опасности себя, Так интересно, вот это проявление этого характера, это русский характер или это коммунист, вот, что здесь? А коммунизм с русским-то характером-то не расходился никогда? И сейчас не разошелся? Нет, 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 вот, понимаете, когда, нет, в русском характере очень много всякого интересного, понимаете, я, и чтобы, так сказать, спасти весь мир и добровольно в колонию попроситься к этим самым, к побежденным, понимаете, это только мы можем так. Ну, а восьмое, я вот, я говорю, с помощью, опираясь на Михаила Васильевича Ломоносова, а восьмое из этого, так сказать, это не кончится вот этим маразмом, понимаете, сегодня это, для меня это маразм, это, потому что, для меня, простите, пожалуйста, цивилизованный мир, это кто ж такие? Да это ж рабовладельцы, в душе-то у них это осталось, и это не вы, да, законы там, это самое, афроамериканцы, это были рабы привезены. Кстати, я не знаю, вы с английским языком, как у вас? Очень неплохо. Неплохо? Неплохо, да. Слейв, славянин, это же раб. А от слова раб, вы считаете славянин? Ну, слейв. Слейв это раб, да. Слейв это раб. Да. Ну, так вот, это же и славянин. То есть, мы все равно для них, мы не люди. Афрославяне, понимаете? Афрославяне. Мы не люди для них, понимаете? И афро, и вот, они крутили, вертели, понимаете, с чужими руками, всякое разное, понимаете? А мы по чести, по совести, кого мы обидели, понимаете? У американцев, понимаете, у них же даже тоже в языке, ну, там они развлекались на сексуальной основе-то, когда завоевали, понимаете? Но если от этого что-то такое рождалось, то это рождался же не человек, это рождался полукровка, четверть кровка. Восьмая кровь, часть, это самопонятно. До седьмого колена, если 127 частей крови нормальной, одна 128-я подгадила, это не люди были. Генри Лонгфеллов, помнишь такого, да? Да. Песня Гайвади. У него замечательное стихотворение «The slave in the broad lagoon», что-то, но я извиняюсь за английский язык. Вот. Слэй, этот, как его звать, торговец, работорговец. Вот. И приехал торговать рабами, покупать рабов. А там, значит, хозяин, который этим делал, торгует, а у него квартироночка. Понимаешь, где-то он с метиской поигрался, и он уже не первый свежести, понимаете? В общем, он ее не гонит, ее на плантацию, она у него тут в доме прибирает, подметает. Но она не человек. Она не имеет права никакого. Так у нас тоже крепостные были до 1861 года в Российской империи. Вот не только, понимаете, а и тот же самый Ломоносов тоже был неблагородный. И там и Крашенинников, и там устанем перечислять, понимаете? Но у нас было, Семен Иванов Дежнев шел туда, на восток, понимаете, по дороге у него одна за другой случились жены. Обе якутки, дети законнорожденные. Да у нас Пушкин, понимаете, незаконнорожденный вообще там у него. Восьмая часть, понимаете? У нас, я слыхал, что Африка гордится, Пушкиным гордится, Пушкиным гордится, Бетховеном гордится. Там тоже что-то намешано. И Александр Дюма, отец французского. Вот как-то в Европе все-таки с этим спокойнее. А там нагло сакс... Ой, простите, я как-то не так назвал? Нагло сакс. Понимаете, какая штука? А они же, ну, все равно внутри, что они люди, они элита, они избранные. Понимаете, вот чего мне... А поэтому я за коммунистом. Интересно, у вас, если я не ошибаюсь, 10 внуков? Да. Кто-нибудь из них, из внуков ваших, разделяет ваши установки и вашу позицию? Или вы на эти темы разговариваете только с нами, журналистами, о семейных? Нет, нет, почему? Я разговариваю, мне дочь моя, одна из любимейших дочерей, она говорит, папа, я тебя очень люблю, я тебя умоляю, только коммунизм это слово не произноси. Ну, я не произношу. Ну, дойдет когда-нибудь. Потому что, понимаете, потому что наше дело правое. Иосиф Виссарионович так говорил. Да, да, да. Наш любимый, да. И надо, надо, чтобы наше дело было правое, понимаете? Потому что сколько на его связи... Да он сам это знал. Он сам где-то в 39-м году, что на мою могилу нанесут столько мусора, предсказывал. Неглупый человек Иосиф Виссарионович, понимаете? Но все равно потом вернутся к нашему там, чтобы... Я не помню, как сказать, точно не помню, что столько на могилу нанесут мусора, что и развитие пойдет бешеными какими-то, неведомо куда, но потом все равно вспомню. Юрий Владимирович, у нас программа заканчивается тем, что гость золотой. Да. Вы загадываете желание карасю дяди Володи, наша золотая рыба. Это как, отсюда? Или там гарять надо? Прям вот какое-нибудь пожелание. Дядь Володя, я вот такой этот самый гражданин Советского Союза, и я мечтаю, чтобы человечество в конце концов поумнело, чтобы оно не копило мышцы ядерные, понимаете, которых уже на 6 шариков накоплено, может, уже больше. Но договариваться надо, договариваться, как у нас в Советском Союзе были, какие враги были украинцы. Пойдите, поговорите, как мы любили Украину, вы вспомните, трактористы пырьевские, а там Клим Ярко, вот как его, Господи, Боже мой, Быков, Быков, Леонид Быков. Леонид Быков, да. В бой идут одни старики. Заметили что? Мы над Украиной летим, понимаете, над родненьким, над нашим, над своим. И кто это вы, ну, это победа идиотизма, я считаю. Я никого конкретно не называю, понимаете, что советское... То, что империя, это вранье чистое. Советский Союз, понимаете, Российская Федерация, он жил хуже всех союзных республик, еще хуже этих самых социалистических республик. Потому что я слыхал, что подоходный налог во всех республиках, 100% подоходного налога ушло на нужды республики, в одной РСФСР 50%, 50% на наши общие нужды. Ну, пожелание ваше, чтобы человечество поумнело... Чтобы умнело, и чтобы оставалось с людьми, понимаете. Потому что если не поумнеем, с такими возможностями с атомными, понимаете, мы у нас просто не будем, и все. Я не знаю, есть ли люди, которые не присоединятся к вашему пожеланию, чтобы человечество поумнело. Я однозначно присоединяюсь. Огромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы слышите меня. А вот кто-нибудь еще услышит, дай бог. Бесспорно, не сомневаюсь. Дай бог.